Здравствуйте! В эфире информационная программа «Панорама» в студии Татьяны Тестовой. И начнем выпуск с главных новостей дня короткой строкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В строительстве дома для работников бюджетной сферы есть проблемы. Об этом заявил глава Мирнского района Александр Басыров. Он посетил объект вместе со своими коллегами. Жилой дом на 71 квартиру строит якутская фирма. Сейчас задержалась партия стройматериалов. Сотрудников на стройке не хватает, но подрядчики обещают сдать дом в срок к октябрю этого года. Александр Басыров посетил и будущий дворец детства. В отличие от дома для бюджетников, это здание возводят по графику. Четырехэтажный центр станет самым большим районным образовательным учреждением. Здесь откроют 40 секций. От музыкальных и танцевальных студий до ремесленных мастерских. Посещать дворец детства смогут дети разных возрастов, в том числе и детсадовского. Центр вместит одновременно четыре сотни ребят. К сентябрю 2022 года дворец детства распахнет свои двери. Строится за счет совместного финансирования с акционерной компанией «Алроса» в равных долях. Здесь у нас работает фирма «Московская» техресурс. Работы идут согласно графику. Стройматериал весь есть в наличии. Работает более 30 человек на объекте. По срокам, в принципе, здесь идем по графику. Мирнинцы вышли на митинг в поддержку президента и российской армии. 17 апреля на центральной площади города собрались те, кому небезразлична спецоперация, и те, кто в ней участвует. На митинге выступил ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Танких. Верим, что операция на Украине поможет оздоровлению отечественного гражданского общества. Начатую работу нужно довести до логического завершения. Никаких баз НАТО на территории Украины не должно быть. Наши братья должны быть освобождены от угрозы нацизма. И сделает это солдат-освободитель армии России. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В тишине мы вместе. Ура! Ура! А в городской парк на этих выходных мирницы пришли не с флагами, а с чучелами. В субботу мирный официально попрощался с зимой. Хотя она, судя по погоде за окном, уходить не совсем торопится. Анна Винокурова расскажет все подробности. Конкурсы на лучшие чучела, бои подушками, угощения ухой и шашлыками. Благотворительная акция в помощь животным. На проводах зимы каждый мирненец смог найти мероприятие по душе. Конкурс с самым большим призовым фондом на лучшую масленичную куклу. К нему жители алмазной столицы готовятся за несколько недель. И этот год не стал исключением. Десятки разных чучел выстроились в ряд на аллее в городском парке. Здесь и принцесса Гита, и Елена Прекрасная. Чучела не только баб, главный символ масленицы, но и чучела-мужчина. Я не ожидала, что конкуренция будет такая большая у нас, только творческих людей. Я делала ее недели две. Ну, из подручных материалов, просто времени у меня оказалось не очень много. Все, что было, в общем, полиэтилен, цветы, искусственные ткани, все, что можно было, всякое у вас под рукой. Десятки раз поднять 16-килограммовые гири и получить за это телевизор или денежные призы. Мужчины демонстрировали свою богатырскую силу, соревнуясь в гире и залезая на столб. Лазание на столб – старинная традиция на проводах зимы. Лайфхаки, чтобы достать на приза у всех своих. Для особой хваткости всех мужчин обливают водичкой. У вас получилось со второго раза? Потому что первый раз я разминался. Надо было побегать, попрыгать, там что-то поделать. А для чего вы водой облились? Очень хорошо прилипает к столбу. А первый раз обливали? Да. Первый раз быстро руки устали, потому что не размялся. Сожжением чучела мирницы проводили суровую якутскую зиму. По поверьям, именно с этого момента наступает весна. Гори, гори, краска, чтобы не бороться! А теперь священник! Погода в этот день порадовала мирнинцев. И даже толпа людей, грязь и лужи в городском парке не испортили настроение. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Продолжаем. Восемь нерабочих дней ждут якутян в мае. Республиканский Минтрут опубликовал календарь выходных, связанных с праздником весны и труда, а также Днем Победы. Выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 число включительно. Это связано с тем, что 1 и 2 января выпали на субботу и воскресенье. Эти выходные перенесли на 3 и 10 мая. А поскольку праздник весны и труда выпал на воскресенье, дополнительным нерабочим днем станет 2 мая. Напомню, продолжительность рабочего дня перед праздником уменьшается на 1 час. И вот о чем расскажем далее. Где сидит фазан? Жители Алмазного региона показали свои умения и знания на соревнованиях лучших охотников. Мы выбираем ЗОЖ. Посетители секции КСК смогут бесплатно отдохнуть в российских санаториях. В поисках сокровищ сотрудники Алроса доставали клад со дна бассейна на соревнованиях Алмазный дельфин. Самые активные посетители КСК Алроса отдохнут в лучших санаториях России. По итогам 2021 года 3 человека из Мирного, Айхала и Удачного получили бесплатные путевки. Как стать участником конкурса «Я выбираю ЗОЖ» и какие привилегии есть у членов профсоюза, расскажет Ивана Филиппова. У Натальи серединой вся неделя распланирована. После работы посещает тренажерный зал, фитнес и студию восточных танцев. Женщина следит за здоровьем, старается больше двигаться. Изначально я ходила в тренажерный зал, а потом мне понравились и танцы, и фитнес, и тренажерный зал. И на все тренировки, получается, надо все время. Ну, куда-то в одно место я хочу туда, и туда, и туда. Спортивных сотрудников, таких как Наталья, Алроса решила поддержать своеобразным конкурсом «Мы выбираем ЗОЖ». Цель конкурса – формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и укрепление здоровья сотрудников компании. Активным посетителям достались бесплатные путевки в санаторий. Мы выбираем самых активных посетителей по площадкам. В поселке Айхал, в городе Удачный и в городе Мирный. В этом конкурсе могут участвовать абсолютно все работники структурных подразделений и дочерних и зависимых обществ. По итогам года победители определяли с помощью программы. Перед походом в бассейн, тренажерку или на танцы можно заранее записаться через мобильное приложение «Единая карта клиента». Система позволяет учитывать все посещения за год – разовые и по абонементам. Здравствуйте! И речь не только про спортивные, но и динамичные занятия, которые проходят на объектах культуры. Такие как стрит-джаз, восточный танец и другие. Наталья Середина показала лучший результат в Мирном. За год она посетила более 240 занятий. Теперь она улучшит свое здоровье на морском побережье. В Айхале сертификат победителя вручили Татьяне Чириковой. Женщина призналась – посещение секций и плавания помогает ей оставаться в хорошей физической форме и заряжаться позитивными эмоциями. Пришла я сюда по приглашению подруги, а потом затянула. И, в общем-то, не собираюсь пока сбросать. Чувствую себя превосходно, в том числе и внешность, и внутренность. Увеличила физическую активность и Елена Ухова, работница обогатительной фабрики номер 12. О победе узнала от сотрудников КСК «Лроса». Было, правда, очень неожиданно. Я совершенно не ждала такого подарка. Но было очень приятно. Конкурс «Я выбираю ЗОЖ» станет ежегодным. Итоги этого года определят в конце первого квартала 2023 года. Шанс выиграть путевку есть у всех сотрудников «Лроса» – дочерних предприятий компании. Кроме того, у членов профсоюза «Профалмаз» есть преимущества. Они могут бесплатно, за счет профсоюза, два раза в неделю посещать объекты КСК. Учитываются все посещения. Ивана Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Плавки, купальники и шапочки понадобятся молодым специалистам «Лроса» на ближайшую неделю. В Алмазной столице впервые после пандемии стартовали соревнования «Алмазный дельфин». Посостязаться на воде пожелали 13 команд. Поэтому мероприятие разделили на два этапа. Первыми в бассейне «Кристалл» встретились сотрудники МОАДа, культурно-спортивного комплекса, «Алроса спецбурения», «Мирнско-Нербинского комбината» и «Алроса охраны». Участники плавали на скорость, доставали клад с дна бассейна и обходили со спасателем кругом препятствия. «Пока еще слаженность не совсем образовалась в команде, но мы стараемся. Будем плыть еще быстрее». На следующих выходных еще семь команд посоревнуются на время, а удачницы проведут соревнования на воде у себя в спортивном комплексе. После всех собранных результатов организаторы объявят победителя. Орелахцы победили в ежегодном конкурсе охотников «Булчуд-Крэхэ». Он прошел в Тосюряхе 16 апреля. Помериться с силой и ловкостью приехали участники из «Мирного», Орелаха и Сюльдюкара. Разжечь огонь на время, попасть в мишень из воздушки, пробежаться по сугробам с мешками на спине и обогнать соперника на буране. Для всего этого участникам потребовалась не столько спортивная форма и физическая подготовка, сколько знание и умение ориентироваться в условиях природы, как это делают настоящие охотники. Самой ловкой стала команда из Орелаха. Второе место досталось «Мирницам» из культурно-спортивного комплекса, а бронзу забрали хозяева конкурса – команда из Тосюряха. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. Не забывайте подписываться. Кроме того, напомню, вы можете предложить свою новость, написав в Телеграм нашему боту или же позвонив в редакцию по номеру 8 800 255 21. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok